Сегодня на Веселовском водохранилище на волю отправили инкубаторских гусей. Выпускники участвуют в программе возрождения популяции. При этом ученые берут на память у каждой птицы перо, а с собой отдают кольцо и радиомаяк на солнечной батарее. Для чего? В охотничье хозяйство, которое уже более 10 лет занимается воспроизводством дичи, отправилась наша съемочная группа, рассказывает Елена Маркелова. Скоро эти молодые серые гуси вылетят из родного гнезда на волю. Шесть инкубаторских птиц будут жить среди диких собратьев. Наталья Лебедева и Владимир Говорунов как заботливые родители смогут наблюдать за своими чадами даже на расстоянии. Узнать о судьбе серых птиц им поможет радиомаяк, оснащенный солнечными батарейками. Это так называемые логеры, которые отслеживают, рисуют на компьютере треки передвижения и нахождения птиц. На какой высоте над уровнем моря, с какой температурой, на какой высоте перемещается птица. Перед тем, как выпустить гусей на волю, надевают специальную метку. Замеряют размер крыла, берут кончик пера на генетический анализ и взвешивают. Всем этим птицам не более года. Ух ты! Писается! Охотничье хозяйство «Аргамак-Р» уже более 10 лет занимается воспроизводством дичи. За это время в свободное плавание выпустили около 106 тысяч птиц. Из них порядка 40 серых гусей. И только благодаря тому, что мы восстанавливаем эту популяцию, следим за ее жизнью. Мы можем понять, где она уязвима и как мы ее можем поддержать. За пару месяцев гуси успевают адаптироваться и вместе с дикими улететь на зимовку. Чтобы птица смогла выжить и дать потомство, она должна быть крепкой и выносливой. Как показывают факты, инкубаторские гуси в этом ничем не уступают своим диким собратьям. Наш поразили наши серые гуси. Они летели без посадки более 700 километров и на высоте более 5000 метров. Это зафиксировал наш датчик. Видимо, поймали воздушный поток. Вот, вылетев отсюда на границе Калмыкии и Старополя, гусь долетел аж до Баку. После всех приготовлений этих серых смельчаков доставили к месту назначения. Традиционно птиц выпустили в Веселовское водохранилище. Теперь за судьбой водоплавающих будут следить в центре Российской академии наук. Елена Маркелова, Ирина Яськова, Игорь Чурилов. Вести Дон. Веселовский район.